Привет всем! Ну вот пришло время делать обзор семян на следующий сезон. В прошлом году много выращивали рассады земляники садовой, в этом году поэтому будем сеять меньше. Но вот постарались выбрать такие вот интересные сорта и гибриды вот такой вот очень вкусной земляники. Нет ни одной пачки семян от сибирского сада, так как эта земляника, когда она меньше урожайности у нее и цветет она только на второй год. То есть в год посева почему-то она совсем не хочет свести. Выращивали Женеву, выращивали Королеву Елизавету. В общем в этот раз не покупали ни одной пачки вот именно этой агрофирмы. Будем сеять вот такую землянику, называется она треска. Это вся ремонтантная земляника, то есть плодоносится она все лето и до самых заморозков. Даже осенью можно полакомиться ягодой. Через 4 месяца после посева она уже начинает свести. Ну и в принципе можно ее выращивать и в не таких вот горшках, можно выращивать на грядке. Достаточно она хорошо зимует. Такая тоже хорошая земляника с компактным кустом и небольшим количеством усов. Давно один раз как-то выращивали от плазменной семена именно землянику. Была хорошая схожесть и в целом тоже и растения были хорошие, поэтому в этом году попробуем ее посеять. Две пачки вот купили от Гавриш, называется Флориан земляника и Тристан. Тристан вообще была хорошая скидка на эти семена, наверное где-то 60%. Здесь всего по 5 семечек в каждой пачке, тоже они цветут соответственно все лето. Компактные кусты, небольшое количество усов, ягоды примерно где-то 20-30 граммов. Но конечно все зависит от почвы, какая почва, удобрения, в общем все это тоже влияет на размер ягоды. Но интересная такая особенность этих цветов, очень такая вот красивая краска, интересный такой цвет, поэтому не только ягоды, но и декоративность у данной земляники. Попробуем посеять, посмотрим какая будет схожесть. И еще раз посеем вот эту землянику, называется она Сладкоежка. Ягоды крупные 30-50 граммов, то есть тоже такой вот разброс по граммам. И соответственно кусты компактные, тоже она дает мало усов, цветет все лето. Но вот в прошлом году много было пересорта усов Каешки, поэтому не знаю, еще раз попробуем, наверное в последний раз именно этот гибрид вырастить. Но по своим характеристикам очень хорошая ягода. Но вот семена, к сожалению, не всегда вот, так сказать, помогают вырастить именно то, что заявлено на упаковке и в описании. Ну посмотрим. И соответственно вот такие вот тоже здесь лежат у нас удобрения, называются они Акварин. Такое вот земляничное на 50 литров воды. И еще вот был подарок посылки, называется удобрение Organic Mix для земляники, ягодных культур. Поэтому будем и выращивать, и затем уже соответственно так вот подкармливать нашу землянику. Есть еще земляника со своих семян, собранная. В общем, посмотрим, может быть тоже немножко посеять на всякий случай про запас, если вдруг вот эти, они если, надеемся, что не будет такого, но бывает, что именно семена плохо всходят. Поэтому это, конечно, тоже такой вот минус. Почему-то магазинные семена прямо не всегда радуют. Но надеемся, что в этот раз они очень так приятно удивят. А свои семена, они всегда всходят. Поэтому вот такие дела. Собирали свои семена с самых хороших кустов, поэтому, в принципе, должно тоже быть все хорошо. Ну, такой вот получается интересный обзор. Здесь в пачке идет где-то 15 семян, 5, 5, 10, то есть где-то 35 семян всего. И вот в этой 10 семян в упаковке. Поэтому 35 растений, если взойдет хотя бы 20-25, это уже будет очень хорошо. Сеять будем нашу землянику уже, наверное, в где-то ближе к середине января. Вот как-то так. Потому что торопиться все-таки не стоит. Она начинает потом перерастать. Ее, соответственно, нужно пересаживать. Дополнительное место надо на подоконниках, подсветка, все остальное. Поэтому с большим количеством рассады очень тяжело. Именно вовремя ее пересадить, чтобы корень развивался и все остальное. Поэтому лучше меньше, но чтобы это была рассада качественнее. Вот такой вот обзор получился. Но всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на наш канал. Делитесь этим видео с друзьями. Заходите почаще в гости. Будем сеять, будем выращивать. В общем, пишите комментарии. Делитесь своим опытом. Ну и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok